Далгопилское отделение ЗАГС и Сиротский суд возобновили работу в реновированном здании по улице Райня, 27. В связи с переездом из помещений по улице Райня, 28, где оба учреждения находились почти два года, пока в ЗАГСе шел ремонт, изменилась контактная информация некоторых специалистов. Жителей также просят учитывать, что из-за эпидемиологической ситуации прием по-прежнему ведется по предварительной записи. Переезд отделения ЗАГС пока не завершился до конца. В ближайшее время еще будет доставлена недостающая мебель. Тем не менее, оказание услуг населению обеспечено непрерывно и в полном объеме. Чтобы защитить посетителей и не подвергать их риску инфицирования, очные визиты необходимо согласовать заранее. На месте регистрируется рождение ребенка и факт смерти человека. В свою очередь запросить архивные справки и повторные архивные документы, подать заявку на смену имени, фамилий и записи о национальности, а также заявление о регистрации брака, можно как лично, так и в электронном виде, используя соответствующую услугу на портале latvia.lv или отправив заверенное электронной подписью письмо на электронную почту zimt.daugupils.lv. В случае подачи заявления на заключение брака необходима подпись обоих персон. Торжественные свадебные церемонии в ЗАГСе на данный момент запрещены, и пока эти ограничения не будут отменены, в помещениях возможна только регистрация юридического факта заключения брака, присутствие жениха, невесты и двух свидетелей. Более подробная информация о порядке регистрации актов гражданского состояния, необходимых документах и размерах госпошлин, доступна на портале latvia.lv, а также у специалистов учреждения. Сиротский суд, который находится на третьем этаже этого же здания, также в основном принимает посетителей по предварительной записи, призывая их предварительно оценивать состояние своего здоровья. Учреждение продолжает обеспечивать очный прием документов и заявления тех жителей, у которых нет возможности отправить их электронной или почтой. Сотрудники индивидуально оценивают необходимость приглашать участников административного процесса на заседание Сиротского суда. В основном суды проходят без присутствия участников административных процессов. При необходимости с руководством и специалистами Сиротского суда можно связаться по телефону или электронной почте. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Дагоповской городской думы.